Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня мы будем делать необычную самоделку, а именно из гаражной петли. Для этого нам потребуется одна часть от этой петли, это именно вот эта вот. Сейчас нам нужно будет накернить два отверстия, то есть просверлить два отверстия. Одно будет диаметром 12 мм, и второе отверстие будет диаметром 6 мм. Сейчас делаем разметку, керним и начинаем сверлить нашу заготовку. Итак, сейчас приступила к сверловке нашей заготовки. Начало с 12-го сверла. Процедура, конечно, скажу, не быстрая, тем более у меня станочек слабенький. Но со своими задачами, по крайней мере, он справляется. Ну, то есть сверлилась долго, но если подбавлять масло, охлаждать, то, в принципе, сверлится нормально быстро. Сверлил я где-то, ну, не знаю, может, минут 15, потому что станок еще сам по себе нагревается. Приходится выключать, немного ждать, чтобы остывал, затем снова сверлим, сверлим и еще раз сверлим. Второе отверстие, а именно диаметром 6 мм, просверлилось намного быстрее. То есть очень быстро, даже не заметил, буквально там минут 5, наверное, может меньше, и все. И, в принципе, у меня уже отверстие было готово. Итак, вот что у нас получилось в итоге. Два отверстия. Ну, и сейчас нам нужно будет сделать разметку, то есть нужно будет сделать вырез. И сейчас мы делаем разметку, на какую глубину нужно будет вырезать металл. То есть вырез должен доходить почти до середины отверстия вот этого большого, которое на 12 мм. Продолжение следует... Ну, и сейчас, чтобы равномерно все это отрезать, наклеиваю малярный скотч. И уже по этому скотчу буду резать болгаркой, то есть получится все очень ровно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и вот здесь уже взял диск побольше, чтобы это все стачивать. То есть убираем лишнее, и получается вот таким вот образом у нас заготовка. Уже почти идет все к завершению. Вот сейчас я все это стачил, и у нас должно получиться вот таким вот образом. Ну, и также вот еще нужно нам от этой части, я здесь примотал изоленты, также отрезать вот этот вот круг. То есть он должен быть такой же длины, как вот что мы сделали вырез. То есть он должен в этот вырез помещаться. Вот я отрезал, как видите, и он должен нам в принципе заходить в нашу заготовку. Также в нем теперь нужно сделать отверстие, закернить и просверлить. Сверлить буду пятым сверлом. Когда мы все это просверлим, затем нам нужно будет здесь резьбу нарезать. Взял я метчик, наш метчикодержатель, то есть который я делал. И вот таким вот способом мы нарезаем резьбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также на нашей маленькой заготовке, именно вот на этом ролике, нужно нанести риски. Желательно вообще ролик использовать как бы накатной, как он называется, там, ну, в виде напильника он сделан. У меня такого ролика нет, сами видели, я от петли отрезал его. Ну и просто решил сделать вот такие пропилы, чтобы лучше зацеплялся этот ролик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также для данной заготовки еще понадобил заголовку на 24. Она, кстати, встала нормально, то есть ее теперь нужно будет обварить. Когда мы все это обварим, можно приступать к сборке нашей приспособы. То есть вот этот вот ролик, на котором мы делали насечки, и берем винт, и вкручиваем. Изначально я хотел сделать, допустим, этот винт без резьбы, просто вставить и обварить сваркой. Но потом подумал, что можно, в принципе, вот таким вот способом нарезать на ролике резьбу и вкрутить винт. Даже если этот винт оборвет, его можно в промежутке, ну, то есть ножовкой по металлу вырезать и поменять этот болт. То есть вот таким вот способом я решил это сделать. Вот, в принципе, все. Собрали нашу приспособу, и давайте посмотрим, на что она способна. А способна она на то, что можно выкручивать шпильки различные. Допустим, есть шпилька, слетел с нее резьба, вот, захватить ее никак нельзя, поэтому здесь пригодится наша приспособа. Просто одеваем ее на шпильку, берем также трещотку, ну, или вороток, чуть зажимаем наш ролик и начинаем вращать. И таким способом шпилька начнет выворачиваться. Сразу скажу, для гладких, то есть гвоздь, допустим, зацепиться будет сложновато, потому что вот этот ролик, как я говорил, он должен быть накатной. Ну, а так, в принципе, любую шпильку от 8 до 12, это приспособа отворачивает просто в легкую. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok